На минувшей неделе мы узнали о том, как выглядят М-версии BMW X5 и X6, и сколько просят в России за новое поколение Toyota RAV4. Но об этом чуть позже, а начнём мы с главного. Ведь впервые за много лет чемпионат по гонкам с открытыми колёсами выиграл русский пилот. Сочи Автодром в шестой раз принял Гран-при России, но для нашей страны центральным событием стала вовсе не Формула-1, а младшая Формула-3. Ведь чемпионом этой международной серии стал 20-летний петербуржец, пилот программы S&P Racing Роберт Шварцман. И оформил свой титул не где-нибудь, а на родине, на глазах у тысяч российских болельщиков. На финальный этап в Сочи Роберт приехал уже явным фаворитом, опережая ближайшего преследователя на 47 очков. Последний уикенд сезона Шварцман начал, выиграв квалификацию к первой гонке. Стартовав с полпозиции, Роберт боролся с соперниками, но проехал всю гонку аккуратно и финишировал вторым. В этот момент Шварцман уже был чемпионом, хотя впереди оставалась последняя гонка. Роберт стартовал седьмым, но вновь пробился на подиум. Роберт, мы поздравляем тебя с чемпионским титулом. Вся редакция за тебя болела, да вся страна за тебя болела. Расскажи, пожалуйста, какие ощущения, какие чувства, что ты сейчас чувствуешь? Честно, я до сих пор еще до конца не осознал вообще происходящее вокруг меня. Просто все как-то вертится, крутится, и я в шоке. На самом деле, да, я очень рад, что мы выиграли чемпионат всей команды. В начале сезона мы перед первым этапом с тобой общались, и ты говорил, что ожидания у тебя такие. Были осторожные ожидания. Когда ты понял, что все под силу? Когда с самой первой гонки я понял, что у нас очень хороший темп, хорошие результаты, то я уже представлял, что у нас есть хорошая возможность побороться за победу в чемпионате. А потом цель была каждый уикенд приезжать и просто делать свой максимум, набирать нужные нам очки, побеждать. И вот, в конце концов, наконец-то все удалось, и все получилось. Болиды «Формулы-3» Шварцман пилотирует уже второй сезон. Победа Роберт достиг за счет своего трудолюбия, за счет характера. Сейчас видно, насколько он растет в психологическом плане, насколько у него лучше работает природный дар плюс знания. Я очень рад за него, я очень рад, что он постепенно набирает обороты. Итак, «Формула-3» Шварцману покорилась. Что же будет дальше? Роберт Паретти в «Формуле-2». А, то есть это уже официальная информация. Ну, я так думаю, другого не может быть варианта. Если вот он в следующий сезон себя проявит так же хорошо, как этот сезон, то у него прямая дорога будет дальше. Напомним, что «Россиянин» выигрывал современную мировую серию лишь однажды, в 2013 году, когда чемпионом GP3 стал Даниил Квят. В Барселоне прошел восьмой этап Еврокубка «Формулы-Рено». Обе гонки уикенда выиграл француз Виктор Мартинс, а вот для Александра Смолера этап сложился не так успешно. Впрочем, пилот молодежной программы SMP Racing все-таки поднялся на подиум. В первой квалификации Смолер показал третий результат, но в самой гонке сумел отыграть позицию и удержал второе место. Воскресную квалификацию Александр провел еще лучше, показав второе время. Но гонка сложилась трудно. Пилот SMP Racing боролся с соперниками и финишировал пятым. В общем зачете Кубка расклад сил не изменился. Виктор Мартинс по-прежнему второй, Смолер третий. Однако разрыв между ними увеличился до 26,5 очков. Француз приблизился к лидирующему британцу Оскару Пиастри, а Смолер нарастил отрыв от идущего четвертым Лоренцо Коломбо. Еще один пилот молодежной программы SMP Racing, 17-летний Михаэль Белов, принял участие в седьмом этапе немецкого чемпионата Формулы 4, который прошел на автодроме Заксенринг. В двух пятничных квалификациях Михаэль показал второй результат. На старте первой гонки Белов сразу вырвался на первую позицию и удержал ее до финиша. Вторую гонку Михаэль закончил десятым. А в третьем воскресном заезде Белов много боролся, поднялся до шестого места, но из-за прокола и столкновения финишировал четырнадцатым. Тем не менее, мы поздравляем Михаэля с первой победой в немецкой Формуле 4. Программа SMP Racing по подготовке пилотов российских, она работает. Она дает результаты, дает нам чемпионов, дает нам победы в Лиманг серии, дает нам победы в кузовных машинах, дает нам победы в Формуле 4. Кубок на выносливость Blancpa GT завершился на автодроме Барселона-Каталуния. На старт трехчасовой гонки вышли 48 экипажей, а среди них и российская команда SMP Racing на Ferrari 488 GT3 в составе Михаила Алешина, испанца Мигеля Малины и итальянца Давида Ригона. Перед финалом сезона экипаж лидировал в общем зачете чемпионата, оторвавшись на 8 пунктов от ближайших преследователей. В квалификации экипаж Алешин Малина Ригон показал 13-й результат. Притом среднее время оказалось всего на полсекунды больше, чем у обладателя полпозиции. В самом начале трехчасовой финальной гонки, решавшей судьбу титула, экипаж команды SMP Racing проколол колесо и откатился за пределы третьей десятки. Мы не знаем, что произошло, но выглядит так, что в Мишу въехал Мерседес команды FFF, хотя у нас был хороший старт. Едва вернувшись в борьбу, болид российской конюшни столкнулся с машиной соперника, но команда вновь попыталась наверстать отрыв и смогла финишировать на 15-м месте. На первом круге меня ударили сзади. Парень сказал, что он просто пропустил точку торможения. Ну а мы пропустили чемпионство, хотя были очень близких, что 10. И Мигель просто молодец. Да и вся команда у нас великолепная. В итоге экипаж Михаила Алешина занял вторую строчку в итоговом протоколе чемпионата, уступив лишь один балл победителю. BMW представила заряженные M-версии модели X5 и X6. Внешне новинки по обыкновению отличаются бамперами и крупными спойлерами. А сзади на нас смотрят четыре выпускных патрубка. В салоне установлены рельефные кресла, руль с кнопками M-режимов. Перерисована графика приборов. Кузова усилены, достаточно посмотреть на мощную распорку под капотом. Адаптивная подвеска имеет собственную кинематику и более жесткие характеристики. Силовой агрегат заимствован у BMW M5 и M8. Двигатель S63 ведет свою историю с 2008 года и в результате многих модернизаций выдает 600 лошадиных сил или даже 625 в версии Competition. В паре с мотором работает восьмиступенчатый автомат. В качестве опции предложен пакет M-Drivers, который сдвигает ограничитель максимальной скорости на 290 км в час. Доплатить предложат также за углерод-керамические тормоза и колеса диаметром 22 дюйма на задней оси. В базовой комплектации диски на дюйм меньше, зато активный задний стабилизатор есть по умолчанию. Продажи обеих машин в России начнутся 2 мая 2020 года. Но цены уже известны. Без малого 9 миллионов рублей за базовый X5M его собрат X6 стоит на 300 тысяч дороже. Новейший Toyota RAV4 пятого поколения дебютировал в Америке еще полтора года назад. Но выпускать модель в Санкт-Петербурге начали только сейчас. У российских дилеров первые машины появятся в начале ноября, но заказы уже принимают. Напомним, что новый RAV4 переехал на модульную архитектуру TNGA. А это значит, что жесткость кузова увеличена, центр тяжести снижен, а габариты при этом остались почти прежними. В Россию RAV4 приезжает с двумя четырехцилиндровыми атмосферными двигателями нового семейства Dynamic Force. Двухлитровому мотору полагается шестиступенчатая механика или вариатор. Старший — два с половиной, только с восьмиступенчатым автоматом. Привод может быть передним или полным. У версии Comfort трансмиссия, как у прежнего RAV4, с многодисковой муфтой в приводе задних колес. А комплектации Prestige оснащены уже новой системой с векторизацией тяги. На задние колеса установлены индивидуальные муфты. По сравнению с предыдущим поколением, базовый RAV4 подорожал на 140 тысяч рублей. А самая доступная полноприводная модификация прибавила почти 300 тысяч и перевалила за 2 миллиона. Компания Hyundai начинает продажи кроссоверов лимитированной серии Rock Edition с оригинальной отделкой и выгодным набором опций. 100 кроссоверов Tucson и 500 Santa Fe уже доступны к заказу у дилеров. Попутно заменены и топовые двигатели. Под капотом Tucson вместо турбомотора 1.6 с непосредственным впрыском и преселективным роботом обосновался приземленный атмосферник 2.4 с шестиступенчатым автоматом. А у большого Santa Fe появился V6 с распределенным впрыском. Мотор относится к заслуженному семейству Lambda и известен по разным моделям Hyundai Kia. К слову, компанию ему составил восьмиступенчатый автомат. Продолжение следует...